здравствуйте друзья приветствую вас морозным декабрьским утром из калифорнии ну морозность несколько такая я уж не скажу уж прям такая морозность но я сегодня давайте верну на себя может быть я в тепленьком пиджачке ведь так от греха подальше утепляемся сейчас не время жилеток друзья не время жилеток ну на работу еду вчера у меня такой был большой съемочный день потому что два интервью там где-то по часу мне там кое-где может быть вырезаю кусочки но примерно примерно по часику было плюс разговор до плюс после там и так далее то есть в общем так не просто сделать два сюжета которые по часу для того чтобы сделать 5 сюжетов по 10 минут нужно меньше времени на самом да и я с утра комментарии смотрел мне понравилось мне понравилось что понравился алексей из подмосковья из-под коломны я никогда не слышал правда это место лиховицы да как он называется где огурцы выращивают но все равно это очень трогательно и мило вот и коломны как бы часть так сказать но я не хочу сказать москвы но ну ну как бы виртуальный такой москвы коломны это рядом тут древний город на самом старинный так вот вот в петровские времена там всякие события происходили значит что еще сказать на политической арене ничего особенного такого не происходит ну то есть средства массовой информации всегда о чем-то пишут иначе скажем теперь ничего ни о чем не писать они тоже не могут но вот ничего такого чтобы заслуживала ваше внимание этом скажем чтобы там пойти и подежурить по америке пока пока так тихо все что на самом деле неплохо на самом деле неплохо ничего неожиданного не происходит даже вот этот референдум был в италии интересный хотели такую реформу провести и не прошел референдум не прошел а премьер-министр он такой как бы про европейский и реформа это в общем-то ну ожидалось как такой положительный вклад италии как бы в общее европейское дело но если на брэкзит вот неожиданность такая была брэкзит и рынки там три дня значит лихорадила потом следующая неожиданность там трамп рынке уже 33 часа только лихорадила то вот с этим рэнзи премьер-министром и вот этим референдумом итальянским где-то три минуты то есть это не было уже такой неожиданность то есть как бы рынки сегодня ожидают что популисты их так не так просто не затолкать не затоптать а они как-то вот имеют некто и успех поэтому как бы рынки это приняли и дальше вот так подстраиваются в общем ничего такого не произошло и собственно какое нам с вами делали до референдума в италии правда но существенно то что это могло негативно повлиять там скажем на евро на евросоюз соответственно на америку там на разные другие страны но нет вроде все ничего и так в общем жить можно вот так же как скажем приход трампа который живописался как нечто катастрофическое в перспективе так в общем тоже никого особо пока не перенапряг так посмотрим у него конечно еще есть возможности в этом плане но так пока вроде тихо что у нас там на школьном фронте на школьном фронте может быть я вот чего скажу мы обсуждали эту тему раньше значит рын рынок труда очень интересно себя ведет последние месяца три-четыре но вот я бы сказал середины лета вот так с одной стороны когда ты смотришь вроде количество позиций не уменьшается вакансии да вот то что ты видишь с другой стороны мы видим по разным признакам в частности вот по звонкам когда референсы нужны или там какие-то контакты возникают с рекрутерами работодателями мы видим как как странно это происходит то скажем там две недели может быть достаточно тихо ну так позванивают ну так и вдруг раз там два-три дня там телефон значит не остывает то есть происходит на им люди находят работу но вот как-то сложно сложнее стало интервью получать и мое объяснение такое это не только в кремниевой долине это по всей стране и это не только войти вот существенно это как бы такое повсеместное явление и мое объяснение такое что поскольку выборы представляли некоторую неопределенность то ли вырастут налоги допустим с клинтон то ли упадут там с трампом то ли то то ли все поди знай вот эта неопределенность она как бы давлела над рынком над инвестициями в частности над процессом найма людей открытием проектов тогда если бы клинтон как бы победила стала президентом да понятно что ничего не меняется как бы мы из состояния неопределенности возвращаемся в состоянии определенности и живем как дальше жили сейчас поскольку трамп и и непонятно чего будет и я бы сказал сильно непонятно потому что вот например сегодня с утра было сообщение что на должность на должность это министр федеральной такая должности и чью диет департмент хаузинг and urban development это это министерство которое занимается развитием городов и в частности программами для бедных строительством жилья для бедных и так далее и вот я забыл фамилию врач там был нейрохирург который тоже баллотировался там по республиканскому значит ведомству и довольно быстро его его там вышибло абсолютно ничем не примечательный в политическом плане человек вот и вот его значит там ставят федеральным министром то есть человека который не то что федеральным чем-то он он госпиталем никогда не руководил поймете а тут вот поэтому пойди знай что что начудят вот эти чуваки которых там выбирают по личные преданности там и не знаю там почему еще но правда ему еще утверждение предстоит пройти конгрессе то есть может они выйдет там как-то удастся его заблокировать я не знаю это короче когда кабинет вот так фаршируется вот такими людьми конечно возможности много возникает для последующих дел но не будем как заранее так предсказывать посмотрим так вот вот эта неопределенность неопределенность сохранилась и из-за того что неопределенность сохранилась рынок такой нервозный то есть как бы совсем не нанимать тоже нельзя с одной стороны с другой стороны стремность некоторая возникает поэтому ну вот мы смотрим хотя в принципе это правда с выборами не связано это значит только что данные были опубликованы по занятости за прошлый месяц за октябрь и так понимаю и там безработица в сша упала до 4 и 6 процентов так она держалась там на 4 и 9 5 сейчас уже 4 и 6 это это как бы здорово здорово вниз на самом деле существенно так чтобы за месяц так ушло 4 и 9 на 4 и 6 так что крики о том что уж совсем все плохо то они достаточно необоснованные были но тем не менее посмотрим посмотрим что будет дальше но это в основном не инженеров конечно нанимают это как бы более простой народ на такие работы попроще посмотрим в общем декабрь обычно такой месяц что многие люди говорят что бессмысленно искать работу поскольку никто не нанимает сейчас в общем всем не до этого и это правда в некоторой степени то есть я могу сказать что ну допустим вдвое меньше там позиций предлагается чем например там ноябре сентябре там октябре и так далее но есть скрытая часть этого дела это количество людей которые ищут работу и поскольку я как бы имеют доступ и могу посмотреть то могу сказать очень интересную вещь что соотношение спроса и предложения в декабре лучше чем в любом другом месяце года то есть если скажем у нас вдвое снижается количество людей которые количество позиций то количество людей которые на рынке снижается может быть в десять раз то есть намного намного сильнее снижается поэтому если вы хотите искать работу то декабрь неплохой месяц если вы уже в сша я не имею ввиду если вы за границей это отдельные разговоры отдельная как бы там история но если вы в сша и вы хотите искать работу то декабрь совсем даже неплохой месяц несмотря на то что как бы есть такое общее поверье что смысла нет и так далее вот именно из-за этого те кто ищет работу те имеют хороший шанс но опять это накладывается на то что вот в разных секторах экономики и так далее вот этот вот эффект неопределенности он сейчас сказывается и если бы я знал там что скажем 1 февраля этот эффект уйдет да то я был бы очень доволен но я не знаю значит будет это 1 февраля 1 марта или может 1 мая мы не знаем смягчает ситуацию то что нам действительно идет то есть не то что вдруг они встали нет на им не встал но так вот как-то вот так вот нервозненько то есть вы можете провести там лишний месяц на на рынке в поисках работы просто потому что они как бы разговоры говорят и резюме там берут и вроде все такое происходит но вот как чтобы вот так чеки выписывать они так немножко тормозят вот и еще что у нас тут новенького все больше все больше меняется концепция восприятие того кто такой человек который тестирует программное обеспечение например когда-то от него вообще практически ничего не требовалось ну так сейчас все больше и больше хотят чтобы он был человеком техническим чтобы он знал какой-нибудь язык программирования ну неважно какой ну какой-нибудь ну там да не знаю даже скриптовый язык ну там я python или это может быть java ну не то что он должен на нем программировать так всерьез ну ну как-то знать так вот не нулево даже если он тестирует вручную при этом получается какая штука они говорят тестируешь вручную да а вот там скажем какой язык знаешь там ну вот по этому напиши вот там такую штучку при том что она как бы ему по работе не надо и даже если он знает чего-то он все равно забудет но вот так интересно значит соответственно автоматическое тестирование автоматизированное тестирование тоже приобретает вот какой такой повышенную важность даже там где не нужно а все равно вопрос так а ты знаешь а ты умеешь а ты вот как знаете что давайте я попробую встать поближе к входу а ты прям занимают места прям как лишние две-три секунды и все так придется мне кружок сделать и я а нет вот есть так секундочку есть вот и я подумал что надо бы мне самому разобраться с селениумом это такой популярный инструмент автоматизации не то чтобы это первый мой да то есть я когда-то занимался автоматизацией посерьезно это правда очень давно 20 лет назад но после этого я преподавал разные инструментарии там не один там несколько разных но поскольку я сейчас вообще уроков мало веду и инструментарий меняется то вот этим я но не занимался так что я думаю мне нужно так месячишка урывками вот я за месячишка подучу этот селениум и начну его преподавать не для того чтобы донести до студентов а для того чтобы методику сделать а я тонкий методист вот сделать методику и какой-то материал к ней и чтобы наши преподаватели вот как-то так вот в этом в этом русле двигались потому что я пытаюсь оптимизировать чтобы за то же самое время можно было больше больше людям дать кроме того я открою окошечко тут жарко мне кроме того у нас есть программа по ней сейчас мало студентов идет в год ну там несколько десятков это в основном люди которые идут от анимплоймента государство за них платят у нас есть программа в которой не четыре модуля а шесть она соответственно дороже стоит она стоит ну соответственно шесть тысяч стоит да не четыре там двести а шесть и сегодня за это платит государство я подумал что мы должны может быть сделать такую программу спец для для всех остальных людей тоже где мы очень сильно ударим вот именно на кодирование и на автоматическое тестирование то есть вот вот эти два два модуля там будет именно программирование и автоматизация еще как бы такой продвинутый модуль поэтому у меня больше фокус вот на это то есть я понимаю что за небольшое количество часов ничему сильно не научишь но я думаю что еще может быть там пройдет несколько месяцев и мы начнем начнем собирать вот такие группы тоже там сначала как-то так пилотно потом если пойдет хорошо то дальше пойдем мы ведь начинались как школа которая изначально учила автоматизации прям на рынок то есть у нас люди из школы шли автоматизировали это можно было этому научить мы тогда вообще не так долго учили как сейчас на самом деле и студенты послабее были там приходит там половина не знали как дискетку ставить компьютер поэтому знаете говорили а скажите а вот у вас учиться это что нужно компьютер иметь или можно так мы говорим нужно иметь поэтому я думаю мы должны сейчас прорываться в этой части я понял что в таком маленьком учреждении как наше если я сам не разберусь и не не сформулирую как мы это делаем то прорыва не будет так что я теперь прорываюсь в этом направлении соответственно мы с вами прощаемся и я ухожу в прорыв счастливо а 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